Раньше наши предки в 19-20 веке глупость считали заболеванием. Вспомните наших калифеев. Глупость считали заболеванием. Но это когда заболевание хуже коронавируса, оно распространилось по всему миру. Когда все больны этим заболеванием, это перестает быть заболеванием. То есть болезнь, которой больны все, не является заболеванием. То есть, по сути, глупость объяснить нельзя. То есть, когда спрашивают, зачем, он говорит, я не знаю, мне нужна помощь. То дальше ваш интеллект каюк. Он не справляется. Ваш разум, ум не справляется с этой задачей. Представьте себе то, что описывал покойный Задорнов, когда он говорил, что лампочка в рот залазит ее. Зачем он лампочку в рот засунул? Вот это объяснить невозможно. Задорнов это называл безвекторной энергией. То есть, когда у человека безвекторная энергия, ему хочется лампочку засунуть в рот. Потом врачи ее оттуда извлекают. Обратите внимание, что там во всяких этих телеграммах существуют даже группы, типа премии Дарвина. Ибо которые, вот они основаны на одной глупости. От человека, сгорающего в этих, в проводах каких-то там, до человека, пропускающего через станок. Зачем он влез в станок, непонятно. Зачем он решил себя убить, непонятно, он ведь не хотел себя убить. Он просто туда за что-то залез. То есть, смотрите, глупость объяснить нельзя. То есть, и вы всегда становитесь ущербными перед глупостью. Глупость это оружие, которое как бы убивает человека и делает его ущербным. Потому что любой, даже мощнейший разум не способен объяснить глупостью. Вы скажете, в общем-то, а как же психология? Ну, психология должна объяснять. Она не объясняет. В том-то все и дело, что психология не может объяснить глупостью. У нее нет аппарата объяснения глупости. Ни одна наука в мире не может объяснить глупостью. Что наука может сделать? Она может констатировать глупостью. Что это глупо. А объяснить ее не может. Но зачем человек, ну вот вчера, женщина в Италии, там Аня выложила в группу материал, посадила двух кукол и пьет с ними, одела пальто и пьет с ними вино. Ей скучно, одиноко, она посадила двух кукол и пьет. Вот как это объяснить? И снимает это еще все на видео. Кто-то это еще снимает все на видео. Эту постановку. Понятно, что это постановка. Это же не скрытая камера. Вот как это объяснить? И люди начали не объяснять это, а давать этому определение. У нас появились такие слова, как конченая. То есть смотрите, вот глупость конченая. То есть по сути никто ничего не объясняет, просто констатирует факт. Это же надо быть таким сказочным и так далее. То есть никто не парится. То есть смотрите, шкала интеллекта, она очень быстро человека делает ущербным. То есть и глупость это основа ущербности. То есть когда вам выставляют глупость. Вот человеку так говорят, ты что дуру из себя делаешь? Потому что это оружие. Потому что дура это оружие. Объяснить поведение дуры невозможно. Искать причины, почему она себя так ведет, невозможно. И вы спросите, Олег Викторович, а есть лекарства против дуры? Да, конечно. Грубая физическая сила. Один удар, и дура исчезает. Сразу же. Вы, наверное, заметили, да? Когда человек включает дурака, ему бьют в лоб, он моментально перестает быть дураком. Почему? Потому что страх, страх исключает глупость. Когда человеку страшно, он перестает быть дураком. А когда ему очень страшно, он начинает делать глупости. То есть, смотрите, он начинает делать глупости, а не делать из себя дурака. Это разные вещи. Поэтому, если вы посмотрите на это серьезно, вы как бы поймете, что шкала интеллекта, опускание человека по шкале интеллекта, это очень излюбленное занятие этой действительности, где мы живем. Ну, например, сын мой, разве ты не слышал ничего о диффузивном интеграле? Такого не существует, как вы понимаете, в природе. Нет, от чего не слышал. Значит, ты идешь. Значит, ты придурок. Ты не знаешь элементарных вещей. О чем с тобой дальше разговаривать? То есть, подумай, по сути, я на ходу придумываю глупость, выдаю ее за правду и опускаю по шкале кого угодно. В свое время, вот этот принцип идиотизма был использован в одном из экспериментов, где демонстрировали, что кого угодно можно сделать идиотом. Это знаменитейший на весь мир эксперимент, когда на острове собрали 300 ученых, дали им 14 предметов после кораблекрушения и попросили их отранжировать в порядке значимости после крушения корабля. Ни один из ученых не справился. Знаете, почему ни один не справился? Потому что ни у одного ученого даже ума не хватило спросить, а существует ли правильная комбинация. Как я могу быть уверен, что эта комбинация, которая правильная, она верна? Все молча исполненные регалий звали и приступили к выполнению задачи. Но эта задача нерешаемая. Ее нельзя решить. Почему? Потому что нету решения. Решения не существует в этой задаче. Сколько комбинаций у 14 блоков? Если Пати говорит, что 3 удара дает десятки тысяч комбинаций, сколько 14 ударов дает комбинаций? То есть, какая из десятков тысяч комбинаций правильная? Кто не знает, откуда кто-то знает, какая комбинация верна? Вы понимаете, в чем дело? То есть, по сути своей, глупость, она заставит спасать кого угодно. То есть, по сути своей, вот сегодня наши коллеги в министерстве образования, в вузах, говорят, что наше правительство с образованием делает глупость за глупостью. В этом весь и прикол. Вы не можете понять, что они точно знают, что они делают. Они применяют против вас глупость. Вы не способны понять. И поэтому вы себя считаете с каждым днем все ничтожнее, ничтожнее, ничтожнее и ничтожнее. То есть, вам кажется, что президент чудит? Нет, против вас применяют глупость. Вы не можете объяснить поведение вашего правительства. Как можно объяснить поведение Ангелы Меркель? Никак. То есть, только сказать, что Ангела Меркель не способна справляться со своими обязанностями канцлера. Это все. Объяснить ее поведение вы не можете. Потому что, как только вы начнете объяснять ее поведение, вас потребуют доказательства. Что это так. То есть, вы можете выдвинуть любую гипотезу, а вам скажут, ну, докажите эту гипотезу. И вы начнете, ну, я так думаю, он говорит, да, ну, все многие думают. Вы знаете, у нас весь мир мыслитель. Она канцлера, вы кто? Оставьте меня в покое. Каждый мницей астротега в виде обои со стороны. То есть, у нас шкала интеллекта, это универсальный превращатель, генератор ущербности человека. Просто универсальный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова